Вот шейное ребро, видите, вот оно. Вот слева оно такое длинное. Врач на ребрах объясняет, что значит синдром выхода из грудной клетки. На снимках это миллиметры добавочной длины, которые за несколько месяцев едва не сделали 14-летнюю девочку инвалидом. Тогда у меня уже не работала левая рука, отчасти не работала правая рука, то есть я могла двигать, я могла что-то делать, но я не могла писать, потому что это было больно. Мы выявили это только в феврале, сделали снимок, чтобы все-таки определить, от чего у нас головные боли. Врачи поясняют, что поставить верный диагноз было непросто. Головные боли у подростков не редкость, а добавочное шейное ребро, наоборот, редкость. За 20 лет хирург Арсен Осипов встречал единицы пациентов с подобной патологией, но этот случай еще более уникальный. Мы впервые оперировали слева, потому что раньше таких больных мы предприятили, наверное, человек всего 6. Все были девочки, но все были справа. Справа легче, потому что справа нет грудного лимфатического протока, а слева, как раз там рядышком выпадает довольно мощный сосуд, повреждение которого может привести к фатальному исходу. Дело в том, что операционное поле при таком вмешательстве около 2 сантиметров. И подобным манипуляциям врачи учатся лишь на собственном опыте из-за недостатка практики. По словам Осипова, все операции были сложными, но, к счастью, без осложнений. А вот так можно делать? Нет, вот так? Нет. Можешь? Так пока не совсем слушается. Нет, она будет работать. И будет работать. Ульяна скоро начнет усиленные тренировки, ведь нужно снова научиться писать. А к лету обещает встать на ролики. Анастасия Дороган, Дарья Эйдемиллер, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова